Приключения в Игре Сибирь В прошлой серии мы погуляли по гостинице в этом Орлабаде и уткнулись в такую проблему. Вот это какой-то кодовый замок, как мне кажется. Мы набирали здесь разные цифры. Мы набирали в том числе и номер, под которым записано в журнале посетителей Елена Романская. Но он отвечает следующее. Вот черт, не работает. Так я и думала. То есть, наша Кейт полагает, что он не работает. У меня уже, честно говоря, нет совершенно никаких идей, как заставить его работать, потому что нам нужно открыть эту дверь, чтобы выйти на побережье. Однако, все-таки, надежда умирает последней. Я не знаю, давайте погуляем, потому что, ну, какая-то разгадка должна же быть. Давайте, может быть, пройдемся, еще посмотрим, что-то где-то мы не взяли, может быть, я не знаю. В конце концов, сходим, еще посмотрим этот журнал. В прошлой серии мы здесь взяли бокал, который тоже пока непонятно, для чего нам нужен. Так, двери здесь не работают. По кругу пройдемся. А, подожди. Открылась дверь. Она-то закрыта была. Мы же в прошлой серии пытались сюда зайти. Так, какая-то камера хранения, что ли? Давай посмотрим, может быть, какая-то ячейка здесь откроется. Нет. А, что-то на полу лежит. Какая-то бумажечка. Отель Кронский. Электронный ключ. Временный код 0968. Хе-хей. А ну-ка. Отгадка-то была рядом. Давай проверим. Нам теперь надо... Так. Подожди. 0968? Точно. Отлично. Что это? Зачем это? Кейт, ты смешная. Это зачем? Тут что, химическая объявлена опасность или что? Что тут такое? Не похоже, что эта штука работает. М-да. Мы сюда повесить ничего не можем. Пошли дальше. Здоровая гостиница-то на самом деле, да? И везде, везде следы какого-то запустения. Везде какая-то разруха. Ощущение того, что вот раньше когда-то тут что-то было. Ну, теперь... Ну, и вот она, походу, Елена Романская. Давайте сначала пройдемся в ту сторону. А, подожди. Что нам это дало? Ну, а... По-моему, здесь ничего нету, да? Хорошо. Пошли обратно. Давайте тогда уже поговорим с Еленой. Простите, вы мадам Романская? Елена Романская? Кто вы? Что вам угодно? Прошу прощения, что беспокою вас, мадам. Меня зовут Кейт Олкер. Я здесь по поручению Фрэнка Малковича. Малкович? Старый пройдок. Вы его родственница? Не совсем. Он хороший друг моей мамы. Он сказал, что вы живете здесь, в Орлабаде. Я юрист из Америки. Чему обязана вашим визитам? Вы проделали такой путь, у вас, наверное, важное дело ко мне. Да, вы правы. У меня к вам одно очень деликатное и очень срочное дело. Я только что из... Позже, моя дорогая, позже. У меня немного болит голова. Эти респираторы так сдавливают голову. Не могли бы вы сходить за моим лакеем? За лакеем? А, конечно. Мадам Романская. Так что Джеймс появится, наконец, или нет? Только не говорите, что вы его еще не позвали. О, моя голова. Пожалуйста, позвоните моему лакею. Мы поговорим в гостинице. Позвоните. Так вы снова здесь, это самое? Да, как вас снова сюда ваши принесли? Убирайтесь отсюда немедленно. Рада больше. Ну, это мы, мои, не видели вас. Люди отсюда. Простите, но мне просто необходимо. Госпожа Романская, мне очень жаль. Вот эта подлюка ухитрилась опроникнуть к вам. Я не виноват. Ну, нифига себе ты. Я был крайне бдительный, но, уверяю вас, госпожа Романская, это больше не будет. Со словечками-то поаккуратнее. Вы сейчас же выставим ее отсюда. Надеюсь, она вас не слишком побеспокоила. О, Феликс, прекрати рычать на девочку. Она моя гостья. Так это ваша гостья. Но это невозможно. Три часа назад эта нахалка даже не была с вами знакома. Хватит, Феликс. Еще немного, и я рассержусь. Да, госпожа Романская, я вас умоляю. Это маньячка. Уже была здесь и пыталась разрушить фонтан, если бы не... Я сказала, хватит. Будь любезен обращаться с мисс Уолкер со всем подобающим уважением. Не трогай ее и прекрати кричать. Я ясно выразилась, господин Сметана. Да, 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 да. Совершенно ясно, госпожа Романская. Примите, пожалуйста, мои изведения. Вот так-то, Феликс. Можешь идти. Феликс, ты оборзевший старый человек. Просто нахал, да? Так, позвонить лакею. Это вот в эти колокольчики позвонить? Опа. Если эта штука вообще работает, в ней явно чего-то не хватает. Ага, это мы сняли колокол, да? Пройдемте тогда в ту сторону пирса. Там у нас тоже была такая подвеска для колокольчика. Вот она. Оно? Оно. Оно. Этого хватит? Не понял. Давай снимем этот противогаз. Давайте просто с ним поговорим. Джеймс, чего ты ждешь? Только не надо говорить, что ты и в этот раз звонка не слышал. Звонок был, но снаружи очень ветренно. Не так ли? Да, немного. Ну и что теперь? Мадам не понимает. Она утверждает, что автомат не нуждается в защите. Но мой механизм страдает от соли. Я боюсь выходить наружу. А если я дам тебе свой респиратор, это поможет? Несомненно. Так, пойдем. Это еще кто? Привет, котенок. Ну как? Ты встретилась с этой Романской? Что она из себя представляет? Она помнит Фрэнка. Привет, мам. Я ее видела. Она и правда живет в Орлабаде. Поблагодари Фрэнка за меня, ладно? Я ему все передам, солнышко. А как тебе этот Орлабад? Может, нам с Фрэнком туда схвататься как-нибудь? Это морской курорт, мам. Точнее, это когда-то был курорт. Он тебя разочарует. Может быть. Так когда же ты возвращаешься? Закончились наконец свои дела? Еще не совсем, мам. Я ищу наследника, чтобы оформить эту дурацкую сделку. И пока не нашла. А Романская мне по другому вопросу была нужна. Слушай, зайка, по-моему, ты чересчур увлекаешься. Почему бы тебе просто не вернуться и не сказать боссу, что никакого наследника нет, а ты сделала все, что смогла? Хочешь, я сама ему позвоню? Мам, ну, пожалуйста, не вмешивайся. Мне платят за то, чтобы я нашла Ганса Фуральберка. К тому же это мне самой нужно. Нет, все-таки иногда ты такая же упрямица, как твой отец. Только не жалуйся потом, что мама тебя не предупреждала. Не буду, не беспокойся. Да. Мы уж тут как-нибудь и сами разберемся. И поговорим теперь. Для меня большая честь познакомиться с вами, мадам Романская. Мне так много рассказывали о вас. Так обо мне все еще говорят? Боже мой. Конечно, все помнят, как вы блистали. Говорят, вы были величайшей певицей столетия. Не спорю, девочка моя. Но вы-то ведь приехали не для того, чтобы выворошить прошлое верно. Представимся еще раз. Знаете, я юрист и, если честно, плохо разбираюсь в классической музыке. Но после разговора с мистером Бординым и мистером Малковичем мне ужасно хочется услышать, как вы поете. Вы опоздали, девочка моя. Опоздали на десять лет. А как поживает Франк? Расскажите мне. Я до сих пор сержусь на него за то, что он уехал. Вы не обижайтесь, но я никогда не думала, что эти ковбои что-то смыслят в настоящей музыке. Не думаю, что он еще поет. Так, на праздниках, на благотворительных концертах. Но он просил передать, что до сих пор обожает вас. Обожает? Ха! Ты слышал, Джеймс? У меня еще есть поклонники, хоть и за океаном. Я никогда не утверждал, что их нет, мадам. А что тот, вот второй, господин, как его, Бородин? Я его знаю? Да, вы однажды пели у него на фабрике. Если верить ему, это было потрясающее выступление. Если бы вы знали, как он вас влюбил. Так что поклонники у вас остались и тут, в России. Должна признаться, мне было бы любопытно с ним встретиться. Но мой голос... Нет, я не могу. Давай расскажем про нашу задачу. Я сейчас веду одно расследование. И в связи с ним я встретилась с одним человеком. Его зовут Сергей Бородин. Это директор промышленного комплекса в Комсомольске. Да, я припоминаю фабрику в Комсомольске. Унылый город. Все там были какие-то... Мадам Романская, Бородин – ваш горячий поклонник. Если бы вы согласились съездить туда и дать концерт на его фабрике, вы бы осчастливили его на всю жизнь. Концерт? Девочка моя, я не пою уже много лет. Время берет свое. Мой голос уже совсем не тот, что прежде. Вы преувеличиваете. Я уверена, что у вас до сих пор прекрасный голос. Вы очень милая девушка, дорогая моя. Да, я еще не старуха. Но я смотрю правде в глаза. Всякий раз, когда встаю перед зеркалом, уверяю вас, моему пению давно пришел конец. Про помощь. Мадам Романская, поверьте, я никогда бы не решилась вас побеспокоить, если бы мне не нужна была ваша помощь. Я все понимаю, дорогая, но здоровье мое совсем не то, не говоря уже о голосе. Поверьте, мне досадно не меньше, чем вам. А Ганса знаете? Странно. У меня такое впечатление, что Ганс Фуральберг появлялся и здесь. Вы знаете Ганса Фуральберга? Не совсем. Я ищу его в связи с наследством. Но мне пришлось немного покопаться в его прошлом. И теперь он для меня все равно, что близкий друг. А вы его знали? О, да. Я знала Ганса Фуральберга. Ты слышу, Джеймс? Ах, если бы ты хоть раз видел Ганса. Моего Ганса, боже мой. Так что с ним? Где он? Из всех возможных вопросов, мадам, этот не является самым простым. Мне очень жаль, но я не знаю. Это как раз моя задача отыскать его. И именно поэтому мне нужно как можно быстрее вернуть поезд и уехать из Комсомольска. А без поезда вам его не найти? Поезд – это его последнее изобретение, как и Оскар-машинист. Мне почему-то кажется, что они приведут меня к нему. Джеймс, ты слышал? Я могу снова увидеть Ганса. Я так долго мечтала увидеть своего любимого. Ах, если бы я только снова смогла петь. Если бы я оказалась в Париже, я бы пошла к Жоржу и заказала его чудесный коктейль. Верно, Джеймс? Да, мадам. Вы часто говорили о нем. Если бы не этот коктейль, ваше французское турне было бы сорвано. Не понимаю. О, это удивительная история, дорогая. Как-то раз я выступала в Париже в декабре. Было ужасно холодно, и я простудилась. И как раз в тот день, когда мне нужно было петь Арию и Татьяну, я потеряла голос. Не знаю, как Жорж узнал об этом. Он служил в баре в отеле Морит. Так вот, Жорж приготовил для меня коктейль по своему рецепту. Странная была смесь, но она вернула мне голос. Потрясающе! Как раз то, что нам нужно. Давайте приготовим его. Ах, деточка, это невозможно. Жорж не сказал мне рецепт. Это его фирменный секрет. Он сказал, что это делает его незаменимым. Значит, придется поговорить с Жоржем. Держу Пари, передо мной он в них стоит. Она говорила, Жорж в отеле Морит? Так, подожди, поезд. Ну, пожалуйста, я вас очень прошу. Съездите со мной в Комсомольск. Иначе я не смогу получить назад свой поезд и отправиться дальше. Поезд? Да, я ехала на прекрасном локомотиве с механическим машинистом. Он очень похож на вашего Джеймса. Джеймс, ты слышишь? Автомат! У тебя появился родственник. Как мило. А я-то думала, что я одна способна поладить с механическим локеем. Позвольте мне выразить свое удивление, мадам. Тем не менее, тот факт, что я остаюсь у вас в услужении, сам по себе демонстрирует мою уникальность. Оскар не локей. У него очень независимый характер. Иногда даже слишком. Прямо как у тебя, Джеймс. Ну, разве не забавно? Мадам не удивит мой настоятельный совет не предпринимать подобного путешествия, которое, если я не ошибаюсь, может крайне утомить мадам. Джеймс, решение тут принимает один из нас. И это я. Мне очень любопытно посмотреть на ваш автомат, моя дорогая. Где он? Ему пришлось остаться в Комсомольске вместе с поездом. Директор отвинтил у него руки, чтобы приделать их к своему пианисту. Этот пианист должен аккомпанировать вам, когда вы будете петь. Как интересно. Еще один автомат. И он может играть. Играть для меня. Господи. Если бы только я не потеряла голос. Вы, наверное, прожили потрясающую жизнь. Столько повидали. Больше, чем вы могли бы вообразить. Я пела чудесные арии в лучших театрах мира. Меня приветствовали короли. За мной ухаживали принцы. Зрелые мужчины рыдали, как дети при звуках моего голоса. Я могла разбить хрустальный бокал или тысячу сердец, сравные в легкости. И это неудивительно. А потом болезнь отняла у меня мой дар. Голос пропадал. У меня начались мигрени. Здоровье уходило от меня. Меня отправили сюда, на курорт. Я собиралась отдохнуть только месяц. Но месяц превратился в год. Год в десять. Но вы выглядите совсем здорово. Спасибо, моя дорогая. Так. Я все-таки дам вам немного отдохнуть. Спасибо, что согласились за это все. Мне было приятно встретиться с вами, детка. Вы очаровательная юная леди. Наш разговор согрел мне душ. Подождите, подождите. Брошюра из отеля. Мориц. Париж, Франция. И номер телефона. Номер телефона не того ли? Мужика, который делал ей коктейль. Так. Звоним. Четыреста шестьдесят четыре. Тридцать три. Шестьсот сорок три. Алло, отель Мориц. Администратор слушает. Добрый день. Я бы хотела поговорить с мистером Жоржем. С барменом. Одну минутку. Я переключу вас на бар. Алло, бармен у телефона. Здравствуйте. Я бы хотела поговорить с Жоржем. Жорж? Вы имеете в виду мсье Жоржа? Эээ, да. Возможно. Он работал в Морице барменом в пятидесятые годы. Мне жаль вас разочаровывать, но мсье Жорж уже давно у нас не работает. А чем вызван ваш звонок? Мне говорили, что у мсье Жоржа есть уникальный рецепт какого-то потрясающего коктейля. Понимаете, мне позарез нужно его узнать. Это вопрос жизни и смерти. Мадам, я бы с удовольствием вам помог, но понимаете, старина Жорж знал уйму коктейлей. Для бармена это вопрос чести. Когда он уходил, он записал все рецепты. Вы не знаете, как называется тот, что вам нужен? Честно говоря, нет. А их там много, да? Да. Париж-Пекин, Зеленая тайна, Бока-Пока, Прекрасная Елена, Красный Мамба. Елена, мне нужен коктейль «Прекрасная Елена». Минутку, я сейчас посмотрю. Прекрасная Елена. Так, одна мерка водки, одна мерка голубого пюросао, одна мерка меда, немного лимонного сока и лед. Все смешайте и вперед. Отлично. Огромное спасибо, сэр. Вы мне очень помогли. Блин, я не успел записать. Немного лимонного сока и мед. Так, давайте попробуем. А ну-ка, давайте. Куда нам этот бокал-то? Никуда. Кстати, одна мерка водки. Куда нам ее привинтить? Сюда. Интересно, что это такое? Текила, ром, коньяк или шампанское? Нам коньяк и шампанское, по-моему, не надо. Так, одна мерка водки. Одна голубая карасао. Интересно, как эта штука работает? Хм, да, действительно. Непонятно. Хм. Боже, какая гадость. В каком болоте? Э-э-э, это прекрасная... Глупости. У прекрасной Елены совсем другой цвет и запах. И вообще, она выглядит совсем не так. Ясно вам? Это что угодно, но не прекрасная Елена. Понятно. Я попробую приготовить другую смесь. Так, вот эта задачка. У нас тут есть листок с нотной записью. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать. Семь, это текила, четырнадцать, двенадцать, 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 двенадцать. Эээ, подождите, водка тоже есть? водка мед и лимон, меда здесь нет раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь ой, еще разок водка у нас тут под номером если такая раз, два, три, четыре, пять, шесть лимон мед что за голубой кюросао нет, наверное, это не оно ладно, давайте тогда продолжим приготовление в следующей серии эту пока закончим так как уже она подходит концу так что всем спасибо за внимание и до новых встреч, пока!